На этой неделе вновь вспоминают о резонансном преступлении, которое произошло в станице Кущевска и Краснодарского края. Напомню, 4 ноября 2010 года участники банды Сергея Цапка проникли в дом местного фермера Сервера Аметова и убили 12 человек, в том числе 4 детей. И пока родственники погибших до сих пор добиваются выплатой компенсации за моральный ущерб, осужденные, похоже, тратят немало денег на собственное благополучие. Как такое стало возможным, узнаем у моей коллеги, шеф-редактора итогового выпуска нашей программы Татьяны Шазо. Бывает, что люди, привыкшие к вседозволенности и безнаказанности, оказываются сильнее тех, кто как раз должен это пресекать. Мы не беремся описывать распорядок дня в колонии одного из осужденных и не говорим, что за решеткой он чувствует себя как дома. Но, посмотрев на фотографии, которые появились в интернете, выводы напрашиваются сами собой. Вот, посмотрите. Эти кадры, предположительно, сделаны в колонии строгого режима в Амурской области. Здесь отбывает наказание Вячеслав Цеповяз. Это один из приближенных главаря банды Сергея Цапка. За убийство 12 человек и другие не менее громкие и тяжкие преступления суд приговорил его к 20 годам тюрьмы. Вот как, судя по снимкам, проходит этот срок. Например, на этом фото человек в тюремной робе, очень похожий на Цеповяза, жарит шашлык. Глядя на сытую улыбку, можно предположить, что он очень доволен жизнью. На другом кадре тот же персонаж. Только теперь на его столе уже красная икра и крабовое мясо. Ну, действительно, в каком еще блюде из тюремного меню можно найти столько белка? Есть и другие любопытные фото с импровизированных банкетов. Создается впечатление, что это и не колония вовсе, а какой-то санаторий. Похоже, администрация исправительного учреждения очень лояльна к избранным осужденным типа Вячеслава Цеповяза. Опять же, судя по снимкам, убийце почему-то разрешено пользоваться мобильным телефоном. И не каким-то, а модным смартфоном с выходом в интернет. Возможно, из далекого приграничного региона преступник решает свои дела на родине. Как сообщают краснодарские СМИ, сейчас в Кущевском районном суде рассматривают сразу три иска от Вячеслава Цеповяза. Он якобы пытается взыскать сельхозпредприятия бывшей жены арендную плату 900 миллионов рублей. Местные жители не исключают, что на эти деньги осужденный убийца попытается купить себе досрочное освобождение. Верится в такое, конечно, с трудом. Хотя после появления этих фото уже ничему не удивляешься.